Это самое обескураживающее из произведения Тициана, некий вид печального завещания, выражающего крушение внутренней веры художника, способность искусства воссоздать высочайшую гармонию и размеренность. Ключом к прочтению аллегории является фигура старика в раздумье сидящего с правой стороны картины. Это автопортрет Тициана. В то же время в нем можно узнать Мидаса, подвергнувшего сомнению превосходства божественной гармонии. Непривычна сама жестокость картины, демонстрирующая сидирание кожи подвешенного сатира ножом и обильно струящаяся и сраной кровь, которую жадно глотает собачонка. В то время как еще один сатир, возможно, пан, несет ядро воды, чтобы промыть раны. Выразительное и конструктивное мастерство цвета, который расслаивается исходящим от распаленных тел свете, искупает все недостатки рисунка в пространственно-пластической композиции. Это почти наверняка одна из картин Тициана, созданных последние годы жизни в результате долгих одиноких размышлений. Свободный от работы на заказ, Тициан может приспосабливать выбор сюжета к прихотям клиентов. Большая свобода выражения позволяет выразительному таланту художника совершенно расцвести его последних картинах. Сцена, запечатленная на этой картине, также описана у Авидия. Здесь Тициан изображает сдирание кожи сатира Марсия, осмелившегося со своей свирелью вызвать на музыкальный поединок самого Аполлона. Побежденный Марси должен понести мучительное наказание. Так же, как в случае картины Тиана и Актеон, Тициан выбирает трагический эпизод. В правой части картины, между сатиром, собакой и ребенком, Тициан вставляет собственный автопортрет. В виде мифического царя Мидаса. Владыка, имевший дар превращать в золото все, до чего он дотрагивается, ужасный дар, приведший его к смерти от голода и жажды, предстает перед зрителем погруженным в мрачные размышления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok